День Благодарения Интересно смотреть, как христиане в разные времена просто жили, во что они верили, как они проводили церковные служения, как они проповедовали, какие гимны они пели, как они смотрели на свою семью, на государство, на общество. Все это очень интересно, но мне кажется, самое интересное это то, посмотреть, как христиане в истории понимали Бога. Кто-то может подумать, а как христиане могут относиться к Богу, к тому, кто Он есть, к Его личности, к тому, кто Он есть сам в себе, по-другому. Ведь Он всегда был Бог, и христиане всегда были, и есть только одна книга – Библия. Но на самом деле история очень интересно показывает, что христиане от поколения к поколению действительно и очень явно по-разному относились к Богу. Конечно, в этих различиях есть аспекты культуры, в которых они жили, время, в которое они жили тоже имело определенное влияние на их мышление. Но что очень видно, это то, что христиане в истории порой давали большее значение величию и бесконечности Бога. Бог для них был как бы более недоступен в его сущности, он вне этого мира физического, он неисследим. Бог в своей природе превосходит свое творение. Люди больше думали о том, что мы, как люди, не можем его познать. Чтобы наглядно увидеть это, достаточно зайти в Старый Европейский собор и увидеть архитектуру здания. Высокие недоступные потолки, красочные и богатые изображения на всех стеклах, величайшие колонны, Каменное полумрачное помещение, звук великого органа, создает ощущение. Я не скажу, что страха, но особой тревоги. Ведь все продумано, это место, это зал поклонения великому, недоступному Богу. Результат? Теряется Божья близость к Его творению и к человеку. А порой целые поколения христиан переходили на другую сторону этого спектра. Люди больше давали значению Божьей близости и Его доступности. Люди думали о Боге, который пребывает в созданном им мире. Бог доступен, и Он открывает Себя человеку, Он близок и принимает активное участие в Своем творении. Люди больше думали о том, что мы можем Его знать, ведь Он близок. В этом противоположном движении, которое представляет Бога доступным, почти человеком, люди стараются понять Его через призму жизненного опыта. Он здесь, Он рядом, и нет в Нем, в принципе, ничего таинственного. В этом понимании акцент непропорционально перемещен с Божьего суда на Его любовь. С Божьей совершенной праведности к Его милосердию. От Его святости к Его благости. Бог не судья, Он друг, который понимает и Он любит. Результат теряется Божье величие и Его превосходство. Чтобы ясно услышать это понимание о Боге, достаточно включить в современное христианское радио. Порой даже неудобно бывает и приходит мысль о песне вовсе о чем или о ком. Они поют о эмоциональной любви к человеку или о совершенном великом Боге поют. Два разных понятия видны в том, как целые поколения христиан относились к тому же Богу Библии. Вопрос для нас с вами, братья и сестры. А как Писание представляет нам Бога? Кто является Бог Библии? Какой Он? Какое отношение Он имеет к нам и какое отношение мы должны иметь к Нему? Отвечу сразу. Сам Бог в Библии открывает Себя и непостижимым, и одновременно близким, любящим и одновременно справедливым, милующим и одновременно праведным, Богом святым и одновременно Богом благодати. Как христиане мы должны, братья и сестры, постараться содержать этот таинственный баланс Божьей природы в нашем понимании о Нем. Потому что сам Бог открывает Себя именно так в Писании. Более того, очень важно отметить очередность откровения природы Бога в Писании. Бог в Писании открывает Себя человеку святым, потом близким. Ветхий Завет прекрасно иллюстрирует это в многих местах Писания, но это очень видно в формировании Божьего народа Израиля. Бог с самого начала через Моисея дает закон его святости ради отношений человека с Ним, ради близости греховного человека с Богом. Израильский народ, стоя у горы Синай, когда Бог явился в огне и славе, когда гора дымилась и сильно колебалась, не думали о Боге как о приятеле. Он действительно всегда был и будет вечно. Бог святости и Бог благодати. Но дело в том, что мы никогда не поймем Его благодати, если мы не поймем сначала Его святости. Я так и назвал свою проповедь Бог святости и благодати. Давайте мы теперь откроем наши Библии, если они у вас с собой есть, и исследуем одно местописание, которое записано в Ветхом Завете. Это очень знакомое на местописание. Книга пророка Исаия, 6 глава, 1-7 стихов. Книга пророка Исаии, 6-1. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле в Высоком и Превознесенном, и край рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались вверхи врат от глазов восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами!» «И глаза мои видели царя, Господа Саваофа!» «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен!» Апостол Павел говорит Тимофею, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, каждая книга, каждый стих, но есть места Писания, которые являются вершинами всего Писания». Шестая глава пророка Исаия, такое место, пророчество и провозглашение Божьего Суда на его народ в первых пяти глав книги пророка Исаия внезапно прерывается, и пророк приведен в тронный зал святого Бога. Бог открыл занавес в духовный мир, величие и святость Бога, который видит своими глазами Исаия, сокрушает пророка и приводит в положение полного разорения. Он абсолютно подавлен увиденным, но на этом видение не заканчивается. Происходит что-то весьма удивительное и вовсе неожиданное. Главная мысль проповеди. Познание святости Бога приводит к безысходному осознанию греха и вины человека. Но есть надежда в благодатном Евангелии Иисуса Христа. Познание святости Бога приводит к безысходному осознанию греха и вины человека, но есть надежда в благодатном Евангелии Иисуса Христа. Структура местописания очень естественно делится на три мысли, которые будут нашим размышлением. Три пункта. Святость Бога, первые четыре стиха. Греховность человека, пятый стих. Евангелие благодати, шестой и седьмой стихи. Святость Бога, греховность человека, Евангелие благодати. Итак, святость Бога. Пророк Исаия сверхъестественно оказался в присутствии небесного царя. Видел ли Исаия это видение, находясь в храме Иерусалима, или Бог сверхъестественно вознес пророка в свой тронный зал, в том или ином случае Исаия оказался у трона самого Бога. Господь явил Себя в славе пророку. Исаия видит Господа на престоле написано в высоком и превознесенном. Бог нечасто в Писании так интимно, так лично являет Себя человеком. Моисей на горе Синай видит Бога, Павел на дороге в Дамаск, Петр, Яков, Иоанн видели преображенного Христа, Иоанн на острове Патмос видел Бога на престоле, Яков, Иезекииль, Михей, Даниил, Стефан, в числе только некоторых, даже в Писании, которые пережили столь личную встречу с Богом. В каждом из этих случаев Бог очень ограничен, снисходя к ограничению сотворенного человека являл себя, потому что человек не может увидеть Бога во всем величии и жить, учит Библия. Каждая такая встреча с Богом была преднадмеренно и целенаправленно. Бог в Писании являет себя в правильное время и правильному человеку для откровения своей славы. И каждый раз это происходит исключительно по Его воле. Это не человек приходит к Богу, это Бог приходит к человеку. Текст Писания о Святом Царе в книге Исаия начинается со смерти другого царя. В год смерти царя Озии видел я Господа. Обычно, когда писатели Ветхого Завета хотят передать исторический год происшедшего, они говорят о царе того времени. Например, в 20-й год царствования Еровама, царя Израильского, воцарился Аса, сын его вместо него. Но только пророк Исаия пользует смерть царя, описывая события. Значит, смерть царя важный элемент текста Писания. Значит, смерть о чем-то говорит. Царь Озия был великий царь Иуды. На самом деле, о нем немного написано в Писании, но то, что написано, достаточно, чтобы понять, почему пророк Исаия использует это событие, его смерти. Из второй книги про Липоменон мы знаем, что царь Озия или царь Азария, как его еще звали, был царем в царстве Иуды. Во-первых, его правление отличалось. Вот почему иудеи до сих пор его вспоминают. Он воцарился, когда ему было только 16 лет, 52 года царствования. Его царство отличалось процветанием Южного Царства. Во-первых, это заключалось в успехе военственной силы. У него были отряды вооруженных солдат, и хотя его царство было относительно мирным, он был силен в войне, даже против филистимлян. экономическое развитие. При Озии было построено много архитектуры, военные башни, водоемы, земледельческий прогресс. Писание говорит, что он любил земледелие и нанимал земледельцев и садовников. Его царство в целом отличалось процветанием. 52 года успешного царя и лидера. Но, к сожалению, не все так прекрасно закончилось для царя. 2 Паралипоминон 26, 16 Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. Успех царя принес гордость. Гордость привела великого царя к несвятости. Перед Богом он пришел, он перешел в порог запретного. Он пришел в храм и после предупреждения даже священников и даже гнева на священников воскурил Фимиа. То, что по повелению Бога должно было только принадлежать священникам. В тот же момент царя покрыло проказа. Его вынесли из храма. И в продолжении всей своей жизни он жил в отдельном доме и был отлучен от общества, пока и не умер в проказе. В год смерти царя Озии я видел Господа на престоле. Смерть успешного царя наверняка была ударом и унынием для всего народа Иуды, ведь рядом росли вражеские силы. Успешный лидер и царь был необходим для защиты и жизни царства. Потеряв вождя, наверняка они чувствовали безнадежность и страх именно в этот момент кризиса. Бог являет себя на вечном и великом троне, на превознесенном троне и в своем славном величии. Власть человеческих царей, королей, правителей, президентов временна. Цари приходят и уходят, президенты избираются и заканчивают срок, но есть царь, власть которого не уменьшается. Посмотрите, братья и сестры, его положение на троне в первом стихе «В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле». Он сидит, он не тревожится, он не переживает, он не советуется ни с кем. Какое своевременное напоминание, правда? он не в смятении и не в волнении о том, что происходит в выборах нового президента Америки или Белоруссии. Он не в смятении и не в волнении, он сидит, он совершенно суверенен во власти над всем своим творением. Какое важное напоминание для Исаии, для израильского народа и для нас с вами. Бог ни на секунду не сошел со своего святого трона. Да, Он действительно контролирует галактики, да, Он действительно контролирует вселенную и движение планет, но Он и тщательно заботится о мелочах. Писание говорит, что волос на нашей голове считан и не пропадет не по воле Бога. Луки 21, 18. Что меньше волоска на голове? Самая практическая помощь во время переживания и беды в жизни верующего человека, которую мы можем оказать друг другу, это богословская помощь, братья и сестры. Доктрина истина суверенности Бога и его тщательном контроле над всем не является доктриною для академических наук. Бог суверенен и явно хочет, чтобы каждый верующий это осознал, потому что все Писание соединено одной мыслью. Бог скрупулезно контролирует все и нету ничего вне его власти. Это является самым большим утешением в жизни христианина Бог, тот, который искупил нас по своей благодати, тот, который отдал за нас своего сына в полном контроле над всем. Он сидит на своем властном троне. Смерть царя Ози также говорит о его несвятости перед Богом. Жизнь раннего расцветания и успеха закончилась судом и наказанием. Его жизнь как бы сопоставлена жизни избранного Божьего народа. Увидание жизни царя говорит о угасании Божьего народа, который также очень хорошо начал. Но за несвятость, за грех и нарушение завета, за поклонение другим богам будет изгнан, будет переживать суд и наказание, будет изгнан из обетованной земли. Об этом вся книга пророка Исаия. Исаия видит святого Бога царя. Величие этого видения приводит пророка в состояние разорения. Что же он видит? Он видит Бога в своем величии. написано край рис его наполняет весь храм. Он в прекрасном царском наряде. Шлейф или длинная нижняя часть царского халата настолько велика, что наполняет весь храм. Это говорит о его великолепии, братья и сестры. Он на своем великом и прекрасном престоле. Рядом с престолом над престолом стоят и летают величественные небесные создания. Серафимы дословно перевести огненные или пылающие существа. У них шесть крыл двумя не закрывают лицо свое, двумя ноги а двумя летят. Даже серафимы, которые без греха, просто потому, что тоже сотворены, закрывают свои лица от Творца. Мы видим сравнение, еще одно сравнение его святости. Он не только свят по сравнению с человеческим царем, который был не свят, но он свят и по сравнению с небесными созданиями. Его святость отделяет его от всего сотворенного. Кроме описания крыл серафимов, текст Писания немного говорит о их внешности. Значит, пророк Исаия хочет, чтобы мы больше обратили внимание на то, что они говорят. Когда они летают на трон, им у них есть послание. Они не просто монотонно говорят, они говорят друг другу. Они восхищаются перед друг другом. Чем же они восхищаются? О чем же они говорят? Что это за сообщение, что это за песень поклонения? Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна Его славы. Они не просто повторяют слово трижды, братья и сестры. На еврейском языке двойное повторение слова выражало особое ударение и эмоциональный акцент. Когда Иисус учил, Он говорил истинно, истинно говорю вам. Никакое качество Бога в Писании не повторяется на третьем уровне. В Библии нигде не написано Бог любовь, 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 или Бог справедлив, 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 но Он свят, свят, свят. с этим провозглашением все начинается трястись, происходит землетрясение, поколебались вверхи врат, то есть отверстия двери пошатнулись и храм наполняется дымом или курением. Какой захватывающий опыт. Я имею ввиду, братья и сестры, представьте себя на месте пророка. Пророк Исаия, испытав на себе эту реальность, полностью подавлен увиденным, потому что Бог открыл себя в святости. Что же такое святость Бога? Святость Бога в Писании имеет двойное значение. Во-первых, Божья святость это его совершенная чистота и непорочность. Писание много говорит о отсутствии всякого зла, и всякой аморальности в личности Бога и в Его присутствии. Слово святость в корне слова говорит о отделении. То есть святость это отделение Бога от всего зла и от всего греха. Но также Божья святость говорит о Его отделении в общем от всего творения. Его отличие от всего, что Он сотворил. Он свят, Он отделен от Своего творения. Как один богослов выразился, святость Бога не следует рассматривать как лишь один из атрибютов. Это скорее общий термин, представляющий абсолютное совершенство и абсолютную славу Бога. Его бесконечное нравственное совершенство, венчающее Его безграничный разум и силу. Никакое другое качество Бога не говорит больше о Его божестве, как Его святость. Он свят и ни одно из Его созданий не может приблизиться к Нему, если только Он этого не пожелает и не снизойдет к Ним. Вся картина говорит о совершенной уникальности Царя. В истории было много написано прекрасных картин, сюжетов, их можно смотреть в музее, но на это местописание мы не найдем такой картины, братья и сестры, которая даст нам правильно представить и увидеть то, что видел пророк Исаия. Это невозможно описать. И всякие иллюстрации недостаточны. Бог явил себя в святости и славе. Вторая мысль – греховность человека. Пятый стих. В Божьем троне прозвучал еще один голос, уже человеческий, но это не радостное прославление, а страх, вопль и плач. «И сказал я горе мне, погиб я». Ограничение любого языка в том, что в письменном виде он теряет эмоциональность. Вот когда мы с друг другом разговариваем лицо к лицу, мы говорим намного больше, чем просто словами. Интонация голоса, выражение лица, поза, тело, улыбка, смех или наоборот слезы колоссально меняют содержание разговора, правда? Вот этот эффект трудно передать письменно. Более того, в данном месте писание с древне еврейского на русский или на английский, но все-таки есть некоторые маленькие способы. Переводчики Библии поставили восклицательный знак в русском языке даже дважды. Пророк Исаия не просто говорит эти слова, это его плач, это его вопль души, он крайне беспокоен и взволнован. Увиденное очень глубоко и очень лично затронуло его, насколько глубоко и насколько лично, настолько, что он добавил сам в себя в число проклятых, отдаленных от Бога и мертвых. В русском языке можно очень легко не заметить слово, библейское слово горе. Пророк не просто переживает горе. Это слово не только говорит о беде, несчастье, о скорби, которые переживает Исаия. Исаия, пророк и призвание пророка провозглажать Божьи слова, Божьи обещания и суды народу Бога. Когда Бог имел что-то сказать против народа, когда народ нарушал завет с Богом, Он посылал пророков говорить им о Божьем суде. И когда они говорили это, они пользовали именно слово горе. Только что в пятой главе, если у вас есть с собой Библии, пожалуйста, откройте со мной пятую главу. Только что пророк Исаия шесть раз говорит это слово против Божьего народа. Исаия 5,8 «Горе вам прибавляющие дому к дому присоединяющие поле к полю Божий суд против материализма в Божьем народе». Исаия 5,11 «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином Божий суд против пьянства». 5,19 «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными». Божий суд против сильного желания беззакония и греха. Беззаконие притягивается как веревками, как ремнями на колеснице. 5,20 «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Божий суд против аморальности извращения». 5,21 «Горе тем, которые мудры в своих глазах». Божий суд против гордости. Исайя 5,22 «Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток». Божий суд против деградации населения. Слово «горе» – это провозглашение Божьего суда. Также мы знакомы с 23 главой Евангелия от Матвея, где Иисус Христос с тем же намерением снова Божьего суда обращается к книжникам и фарисеям и говорит Матфея 23,13 «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком и сами не входите и хотящих войти не допускаете». 14 стих «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения». И так дальше «Горе вам, горе вам, горе вам». Еще один оттенок этого слова в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Иисус Христос в Нагорной проповеди в Евангелии от Луки после заповеди блаженства, которые говорят о благословенной участи Божьего народа используют слово «горе», чтобы показать контраст того, что ожидает тех, кто неблажен. Луки 6, 24, «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получите свое утешение, горе вам, присыщенные ныне, ибо в золчете горе вам, смеющиеся ныне». И так слово «горе» в Писании является словом Божьего суда. «Горе» говорит о суде, но также и о судьбе или участи тех, которых ожидает Божий суд. Только что в 5 главе пророк Исаия шесть раз говорит это слово против Божьего народа, а теперь в 6 главе седьмой раз он говорит сам о себе. «Горе мне». Пророк, увидев святость Бога, добавил себя в список отделенных от Бога. Он говорит «Горе мне, погиб я». Исаия в этот момент не нашел в себе ни малейшей причины оправдания перед святым Богом. Вся его жизнь наверняка мгновенно пробежала в его разуме, и он не нашел ничего, чтобы преподнести в свою защиту перед Всевышним. Он осудил себя сам. Он сам себе ставит приговор «Погиб я, я достоин смерти». Почему? Потому что грешен перед святым Богом Создателем. Исаия осознал себя виновным грешником. Он осуждает себя заблудшим человеком с нечистыми устами, живущим среди других людей с нечистыми устами. Почему он отмечает именно нечестие своих уст и уст народа, при котором он живет, я думаю, братья и сестры, потому что он увидел свое состояние и понял, что он в состоянии греха и никак не может присоединиться к прославлению и поклонению Серафимов. Дело не в том, что он просто, может быть, как-то грешил своим языком, хотя это, конечно, часть греховной природы, это присутствует. Я думаю, он понял, что не может открыть свои уста и славить Святого Бога. Он вынужден молчать, потому что полностью грешен. Это объясняет, почему он и говорит о народе. ведь он среди Божьего избранного народа. Он увидел состояние Божьего народа, который увлекся грехом, который по причине своего беззакония не может славить, не может поклоняться святому. Апостол Павел, говоря о законе Бога в послании римлянам, 3 глава, 19 стихом, говорит следующие слова. Римлянам, 3 глава, 19 и 20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоянию, состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Святой закон Бога делает виновным всех людей, ведь именно законом Бога познается грех. Интересно, как выражается апостол Павел, правда, так что заграждаются всякие уста. Молчание. Никто не может оправдаться своими словами. Вот почему молчание. невозможно принести достаточно доказательств или примеров хороших дел против того зла, того греха, той вины, которая живет в каждом из нас. Что остается? Остается молчать. Апостол говорит о законе, братья и сестры. Исайя предстал не перед законом, только а перед святым законодателем. Что-то подобное будет происходить в момент Божьего суда в будущем. Не будет хороших аргументов со стороны защиты. Апостол напоминает нам, что каждый человек грешен перед Богом и вынужден молчать. Именно познание святости Бога привело Исаию к познанию его собственной греховности. И сказал я, горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, ибо глаза мои видели царя Господа Саваофа. В английской Библии стоит слово ибо глаза мои видели. Именно познание святости Бога привело познанию собственной греховности. Так, три короткие практические мысли о природе греха. Грех познается сравнением. Невозможно узнать, что такое тьма, не увидев свет. Тьма просто не существует без света. невозможно осознать грех, не осознав Божьей святости. Вот почему, братья и сестры, мы должны познавать Бога. Вот почему, когда мы говорим людям или нашим детям о Евангелии есть определенная очередность. Нужно говорить о Боге, учить о Его природе, о Его святости. грех ослепляет от настоящего виновного положения перед Святым Богом. Грех ослепляет от настоящего виновного положения перед Святым Богом. Собственное состояние привело Исаию врасплох. Природа греха в том, что мы не осознаем свое истинное греховное положение, как во время вождения при сильном тумане не видно ничего вокруг. Туман ослепляет видимость. Грех ослепляет затуманивая нашу видимость о собственном грехе. Сколько раз мы слышали фразу «Я же, в принципе, неплохой человек». Пророк Исаия так не подумал сам о себе, увидев святость Бога. Откровение Бога приводит к осознанию греха. Это происходит по Божьей воле. Нету такого места на земле, куда можно просто прийти и посмотреть на Божью святость и получить осознание греха. Откровение Бога, когда Бог снисходит к нам грешникам и являет себя людям, происходит исключительно по Его воле и по Его благодати. Он открывает глаза слепым. Он развивает туман. Он воскресает мертвых к новой жизни. И третья, последняя мысль. Как хорошо, братья и сестры, что есть третья мысль. Евангелие благодати. Как прекрасно, что текст Писания не заканчивается осуждением пророка. Шестой и седьмой стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Происходит движение возле трона. Один из серафимов летит прямо к Исаии, и все детали этой картины говорят о суде. Пламенное великое существо летит с огненным углем. Наверняка Исаия подумал в этот момент, все, это конец. Но происходит великое и чудное. Серафим не уничтожает грешника из присутствия святого Бога. Уголь не убивает грешника, а очищает его. Какое было облегчение Исаии, когда он услышал слова «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Что это такое, братья и сестры? Благодать вовсе незаслуженно, не по своим заслугам, Исаия получает прощение и очищение перед святым Богом. Почему? Как это возможно? Как это справедливо? Он должен умереть? Он должен заплатить вину, ведь он действительно виновен. Почему? Потому что у трона святого Бога стоит жертвенник. Уголь взят от жертвенника. Это не только тронный зал, это священный храм. Вот оно то, что заполняет огромный разрыв между святым Богом и греховным человеком жертва. Будучи верующими Нового Завета мы знаем плату. Мы знаем, кто заплатил на жертвенники. Давайте мы прочитаем об этом. В книге Откровения уже апостол Иоанн, так же, как Исаия, в видении видит тронный зал. И так как Откровение Бога прогрессивно в Писании, Бог все больше и больше от книги к книге открывает себя в Библии, в Откровении в последней книге Библии. Давайте посмотрим несколько мест, и мы увидим важные детали тронного зала Бога, которые мы не видели в книге пророка Исаия. Дым курения развеян, и мы видим больше. Откровение 4 глава, первые три стиха. После сего я взглянул, и вот дверь отверстие на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривши со мной, сказал, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежать быть после сего. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Откровение 4, 8, немножко дальше. И каждая из этих четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет уже знакомая нам песнь поклонения, Иоанн в том же тронном зале. Читаем дальше, 5 глава с 1 стиха. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри, это вне, запечатанную семи печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее, я много плакал о том, что никогда никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей, и я взглянул, и вот посреди престола. и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, посреди престола стоял агнец, как бы закланный, агнец, как бы принесенный в жертву. как греховные люди могут быть спасены и могут пребывать в общении со святым Богом здесь, на земле, но и в вечности, как греховные люди, как мы, могут присоединиться к прославлению небесному. Единственный ответ – жертва Иисуса Христа. Распятие Иисуса Христа – это не просто суд и казнь человека, это жертвенник за грехи для всех, кто верит в Него. У нас будет, что сказать на суде, и это не будет оправдания и доказательства нашей доброй жизни и наших заслуг, точнее, Он будет говорить за нас, потому что Он ходатай. Слава Иисусу Христу! Встречи пророка Исаия с Богом мы видим природу искупления. Как человек примиряется с Богом? Также несколько коротких мыслей в заключении. Бог служит грешнику в момент признанной нужды. Исаия, увидев Бога, осознал свою нужду. Бог в момент осознания собственного греха и покаяния человека дает прощение и очищение. Что нужно сделать со стороны грешника, когда Бог открывается, сокрушаться, кается и верить? Эффект искупления мгновенный. Пророк Исаия не переживает никакое временное чистилище, искупление, не процесс. Уголь коснулся его уст и он тут же провозглашен чистым. Эффект мгновенный. Человек признан в один момент спасенным и оправданным. Искупление это совершенная работа по борьбе с грехом человека. Исаия исповедал свои уста, но Бог имеет дело и с его виной. Бог проводит тщательную работу в нем. Беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен. Слово беззаконие скорее всего говорит о внутренней реальности природы греха. Человек не потому грешник, потому что грешит, а грешит, потому что он грешник. В момент искупления Бог производит духовную операцию. Греховная природа, природа беззакония удалена, природа человека изменяется. Бог дает новое сердце, говорит Писание. А слово грех говорит о конкретных греховных случаях. Двойная работа благодати Бога с грехом. Вина греховных поступков прощается, но более того, Бог меняет греховную природу человека. Это происходит в момент искупления. Все это происходит из-за уплаченной цены. Бог покрывает вину благодатью. Познание святости Бога приводит к безысходному осознанию греха и вины человека, но есть надежда в благодатном Евангелии Иисуса Христа. Заключение. На этой неделе, как уже было сказано, был день благодарения. Наибольшее благодарение приходит, когда человек понимает, что получает что-то абсолютно незаслуженно. Благодарение происходит, когда человек чувствует себя маленьким и недостойным по сравнению с даром или передающим. Если ты имеешь это прощение, дорогой брат и сестра, давай мы сейчас поблагодарим нашего Бога за его всесильную благодать. если ты не имеешь это прощение, дорогой друг, если чувствуешь свою вину перед Богом, знай, что это Бог открывает себя, обратись к Нему от своего греха с верой. Если ты не имеешь это прощение, дорогой друг, если ничего не чувствуешь, молись и проси Божьей благодати. Да будет Ему единому слава и хвала вовеки. Аминь. Давайте мы помолимся, братья и сестры. Божьей